Давайте теперь обсудим оптимальные алгоритмы. Их на самом деле довольно много, но они все довольно сложные. Здесь я поперечислял несколько известных алгоритмов, и я немного пообсуждаю более подробно. Что такое оптимальный алгоритм? Алгоритм, который работает за время O от M плюс N. Понятно, это оптимальное время. Например, это всякие модификации алгоритма Буэра-Мура, модификации алгоритма Крашмора-Перена, алгоритм Кнута Мориса-Пратта, алгоритм Z-функции. И есть еще очень много различных алгоритмов. Что нужно про них знать? Во-первых, конечно же, на очень больших патологических примерах оптимальный алгоритм будет всегда обгонять квадратичный наивный алгоритм. Но поскольку наивный алгоритм очень хорошо ложится на современную архитектуру процессоров, то это должны быть действительно патологические случаи, действительно довольно большие данные. Многие люди, изучив первый раз такие оптимальные алгоритмы, думают, что он же оптимальный, будет работать примерно как наивный, наверное, в стандартном случае, а в худшем случае будет обгонять. И, например, реализуют алгоритм знаменитой Кнута Мориса-Пратта, вставляют его в стандартную библиотеку, а потом смотрят, и на стандартных ситуациях, когда мы ищем небольшую строку в каком-то обычном тексте или в каком-то обычной последовательности байтов, этот алгоритм проигрывает наивному алгоритму. Ну и дело, конечно, в том, что я описал на предыдущем слайде. Наивный алгоритм, он не так-то прост сам по себе, он очень быстрый в каких-то стандартных ситуациях. И это очень нетривиальная инженерная задача, реализовать оптимальный алгоритм так, чтобы на каких-то стандартных входах он был не хуже, чем наивный. Но действительно есть алгоритмы, для которых это возможно. Например, Буэра-Мура при очень хорошей реализации какие-то варианты Буэра-Мура быстрее, чем наивный алгоритм на стандартных каких-то входах. И поэтому, например, такая реализация используется в Греб. Ну, кстати говоря, не все эти варианты Буэра-Мура, они на самом деле являются оптимальными алгоритмами. Тут я указал, что этот алгоритм использует дополнительно OATN памяти. Ну, N — это, я напомню, длина строки S, которую мы ищем. На самом деле это один массив длины S, который он дополнительно использует. И еще некоторые варианты алгоритма используют еще какую-то дополнительную память. Эта дополнительная память часто приводится как аргумент, почему оптимальные алгоритмы не стоит использовать в стандартных библиотеках. Но стоит знать еще, что это не совсем правда. Есть хорошие оптимальные алгоритмы, которые используют практически O от единицы памяти. Там есть небольшие нюансы, но это практически O от единицы памяти. Это, например, алгоритмы Крашмора-Перена и его модификации. В языке Rust есть, например, такая интегрированная реализация. Просто взять алгоритм и вставить его, на самом деле, недостаточно. Нужно еще потратить довольно много времени, хорошо его реализовав, чтобы он действительно мог соревноваться с наивным алгоритмом на стандартных входах. Вы, возможно, могли понять уже, что это довольно непросто. В стандартных курсах алгоритмов часто еще обсуждают алгоритм Кунта-Бориса Прата, как оптимальный по времени алгоритм. Когда-то, где-то в начале 90-х, 80-х, когда процессоры еще не стали использовать такие большие кэши, как сейчас, и кэш-линии, вот этот алгоритм Кунта-Бориса Прата мог довольно легко соревноваться с наивным алгоритмом на стандартных входах, потому что тогда было только важно, сколько инструкций алгоритм выполняет, ну, более или менее, так вот упрощая. Сейчас ситуация совершенно другая, и алгоритм Кунта-Бориса Прата имеет более теоретическое значение. Его по-прежнему можно встретить, и поэтому я привожу его сюда, чтобы вы знали, о чем этот алгоритм, что это. Это такой теоретический стандартный алгоритм, который сейчас, к сожалению, не очень практичен, и он проигрывает на типичных входах наивному алгоритму. Есть другой такой алгоритм, это алгоритм Z-функции, он менее известен, и в рамках нашего курса мы будем изучать именно его, этот менее известный алгоритм Z-функции. Почему? Дело в том, что у него примерно такая же ситуация, как у алгоритма Кунта-Бориса Прата. Он, вероятно, не такой уж сильно эффективный по сравнению с наивным алгоритмом. Он при этом имеет большое теоретическое значение, потому что на нем можно показать вообще принципы построения алгоритмов на строках. Это первое. Второе. Вероятно, из всех алгоритмов, которые есть, оптимальных алгоритмов поиска по строке в строке, это наиболее простой алгоритм. И третье. Помимо того, что этот алгоритм решает задачу поиска по строке в строке, он довольно много другого делает. И, ну, последствиями я опишу этот алгоритм, и вы увидите, что он там не просто находит по строку в строке, он какие-то структуры строит, которые довольно интересны с точки зрения других алгоритмов на строках. И этот алгоритм Z-функции, он используется в других, более изощренных алгоритмах на строках, и поэтому, помимо того, что мы найдем по строку в строке, мы еще получим такой удобный инструмент. Итак, мы изучим алгоритм Z-функции в качестве алгоритма поиска по строке в строке, но имея в виду, что его можно применять будет и еще для некоторых других задач на строках. Продолжение следует...